Привет, солнышко, это Эллис, озвучка манги «Королева занята» с 18 по 20 главушку. Ссылочка на переводчиков будет в описании, мы начинаем. Приятного просмотра! Её высочество Ланьфэйн прибыла! Этот человек из дворца Сан Му Целань приветствует Его Императорское Величество и Её Величество Императрицу. Ух ты, такая хорошенькая особа! Младшая сестра, пожалуйста, встань! Ланьфэйн, начиная с сегодняшнего дня, ты будешь одной из четырёх фэй. Это звание ниже императрицы, но выше других наложниц. Обязательно помни о достоинствах фэй и уважай императрицу. Позаботься о вещах гарема. Я вас поняла. Моя императрица, у тебя есть ещё что спросить? Ланьфэй, у тебя есть родственники во дворце? Это моя первая встреча с тобой после потеря памяти, но ты выглядишь очень знакома. Мой брат, мастер, алтаря, челонг. Вы знаете челонга? Ах, раньше я ходила прогуляться к алтарю, там его и постричала. Вас интересует алтарь? Ваше Величество, как вы узнали? Недавно во дворце прошёл слух, что ты перевоплотилась. Именно челонг предсказал это. Вы слышали об этом? Смотрите, алтаря действительно помог моей репутации. Через два дня во дворце будет праздник, и я позволю тебе встретиться с ним лично. Это здорово. Ланьфэй, отныне ты будешь моей младшей сестрой. Я надеюсь, что мы сможем работать вместе для императора. Уже почти полдень. Останься здесь и пообедай со мной. Да. Ваше Величество, я тут слышала, что принц Ли Чунь уже долгое время находится во дворце Вашего Величества, не возвращаясь в комнаты для ухода за принцем, и о нём заботится кормящая мать. Да, в последнее время тело Ченлин нехорошо себя чувствует. Боюсь, эти слуги не смогут позаботиться о нём должным образом. Откуда ты узнала? Моя принцесса Тяньюин только что родилась и находится в комнате для ухода за больными. Я тоже боюсь, что они не будут заботиться о ней хорошо. К сожалению, во дворце есть правило. Принцев и принцесс нельзя держать рядом с биологической мамой. А ты иди, забери её домой и воспитывай сама. А мне можно? А почему нет? Я боюсь, что император и вдовствующая императрица будут задавать мне вопросы. Кроме того, другие наложницы будут недовольны. Всё в порядке. Ты можешь просто сказать, что я позволила тебе взять её и вырастить. Тогда никто ничего не скажет. Спасибо, Ваше Величество! Мы все матери. Я та, кто понимает больше всего вашей любви к вашему ребёнку. Сложно пойти и хорошо позаботиться. О принцессе и циньёй. И не забывай часто приводить его в мой дворец, чтобы она играла со мной. Я вас поняла. Я отцела неопределённо буду хорошо служить Вашему Величеству. Если у Вашего Величества есть какая-то просьба, то я определённо выполню её. Ваше Величество, Вы должны вышить и здесь. А, ну да, конечно. Как только я пытаюсь сосредоточиться на вышивании, мой мозг включается. Ах, Ваше Высочество, что Вы говорите? Ваша вышивка одна из лучших во дворце. Ваша работа удивительная. Многие сувениров, которые в достающей императрице хранит в своём дворце, были сделаны Вами. Ах, даже так? Тогда я должна усердно учиться. Мне нужно заново освоить этот навык. Я не могу позволить тёдушке разочароваться. Это зловещий знак. Ваше Величество! Что случилось? К чему такая спешка? Мэнгуй, Мэнгуй! Его поймала Фэнзи Юй! Что? Дворец Нинью. Прибыла императрица! Приветствую, императрицу! Зачем Вы пришли, Ваше Величество? Фэнзи Юй, по какому праву ты позволила себе наказать моих людей? Этот слуга был в саду, на заднем дворе моего дворца. И вот уже несколько дней он тайком ходил туда-сюда. Мне показалось это подозрительным, поэтому я связала его и собиралась допросить. Кто бы мог подумать, что он окажется одним из подчинённых императрицы? Поскольку теперь ты знаешь, что он один из моих людей, отпусти его и отправь обратно во дворец Фэн. Я ничего об этом не знаю. Всё, что я знаю, так это то, что... Что-то нашли на теле этого слуги? Ваше Величество, эта вещь не принадлежит этому слуге. Этого слугу несправедливо обвинили. Обвинили? Мой дворец полон людей, которые видели, что эта штука была изъята с твоего предательского тела. Как ты смеешь протестовать? Это ловушка. Прибыл Его Величество Император и Её Высочество Сяо Фэй. Приветствую, Император. Приветствую, Императрица. Почему Ваше Величество тоже здесь? Мы с Его Величеством случайно зашли повидать сестрёнку Фан. Во-первых, всем встать. Ваше Императорское Величество, разве я не говорила вам, что в последнее время у меня болит голова? Изначально я думала, что это было потому, что погода была плохая. И не ожидала, что меня подставят. Кому нужно подставлять тебя? Это тот самый слуга? Так и есть. Я нашла на его теле какое-то порошковое лекарство. Этот тип порошкообразного лекарства был смешан с моими духами. Я позвала Императорского доктора, чтобы тот осмотрел его. И, как оказалось, именно эта смесь причинила вред моему организму. Так, как это вина прислуги, ты можешь справиться с этим согласно правилам дворца. Почему ты держишь его здесь? Отвечая на вопрос Вашего Величества, я не смею винить этого слугу. Потому что он человек Императрицы. Мэнгуи действительно мой слуга. Полмесяца назад я нашла подозрительный мешочек на одежде Ченлина. Внутри был неизвестный цветочный порошок, который, возможно, вызвал у принца плохое самочувствие. Поэтому я отправила его в разные дворцовые сады, чтобы просмотреть, может ли там что-нибудь обнаружиться. Какой цветочный порошок? Это Телос Маккардата. Внутри мешочка, который носил Ченлин, было большое количество цветочного порошка Телос Маккардата. Я выяснила, что сердцевина Телос Маккардата ядовита. И особенно ночью, когда она цветет, выделяется большое количество токсичного газа. Это повлияет на рост принца. Однако этот вид цветка долгое время находился вне резиденции Ченлина. Поэтому, чтобы усилить эффект аромата, для принца был сделан заше с этим ароматом. Неужели это действительно произошло? Да. Цветок Телос Маккардата высажен по всему дворцовому саду. Есть такие комнатные растения, но они редко помещаются внутри дворца. Как в комнатах по уходу за детьми могли оказаться эти цветы? Вчера мы виделись с принцем Чен-Джи, Жуй-Джауи. Но мы не видели этого цветка. Возможно, Ваше Величество ошибается. Об этой ситуации я никому больше не рассказывала. А послала Мэн Гуэ на разведку. Ваше Величество, императрица, вы оправдываете этого слугу? Вы явно послали его отравить меня. Почему бы вам просто не признать это? До того, как вы потеряли память, вы бы подняли больший шум. Пострадай, принц, хоть на немного. Но вы говорите об этом только сейчас. Это не то, как поступила бы императрица. Я нашла на его теле нечто такое, что никогда бы не появилось в моем дворце. Ограниченная специя спроса. Человек должен иметь определенный статус, чтобы заполучить это. Употребление этого в течение некоторого времени сделает вас психически неурановешенным. А употребление большого количества пищи отравит вас и заставит потерять рассудок. Это действительно похоже на предыдущие злобные ходы императрицы. В ранние годы жизни Юцай случайно съела это и умерла. Затем, как только Ниндзе Юй родила принцессу, она была отравлена. А Лема и Жень, сразу после того, как забеременела, случайно выпила много красного цветка, и у нее случился выкидыш. Все эти фрукты на сто процентов связаны с императрицей. Те, кто был отравлен в то время, были убиты людьми из вашего окружения. Но поскольку никаких доказательств найти не удалось, дело было отложено. И потому императрица все еще сегодня стоит здесь. Я, Люфан, сегодня требую объяснений от императора. Ваше императорское величество, пожалуйста, исследуйте дворец Фэнси. В ее дворце наверняка найдется большое количество яда. Пожалуйста, восстановите справедливость в отношении сестер, которые трагически погибли за эти годы. Оказывается, все, что было раньше, было детской игрой. Моя дворцовая драма только началась. Ну, вот как бы конец двадцатой главы. И что могу сказать, наконец-таки началось что-то интересное. Начались козни. Вот оно. Если честно, вот я не знаю, что не так. Я долго думала об этом. Что не так с этим проектом? Я не знаю, он... Я даже не могу объяснить, как. Смогу объяснить как-нибудь в каком-нибудь концовке. Но я думаю, скорее всего, рисовка. Меня немного... Я даже не могу сказать, привлекает или нет. Просто рисовка не совсем подходит. Возможно, не подходит стандартным моим манихуа, которые я читаю, которые озвучиваю. Возможно, просто не подходит этому сюжету. Рисовка такая вот, ну вот прям под старину. Там бы какую-нибудь просто миленькую романтику вписать, а не дворцовые интрижки. Ну, не знаю. Может, дальше я привыкну и будет лучше. Но мне пока вот по рисовочке как-то вот не связывается с сюжетом. Не знаю. Может, у кого-то еще что-то такое. Может, нет. Если да, пишите. Если нет, тоже пишите. Пока что. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, включать глокольчик. А также писать больше комментариев, чтобы поддержать меня. И продвинуть данное видео. В Телеграме много чего интересного. Спасибо за просмотр.